Здравствуйте, в эфире программа Учурда, с вами ведущий Андрей Токамбаев. В Бишкеке было установлено 60 камер видеонаблюдения, снабженные системами идентификации личности. Эти камеры были разработаны китайской компанией CICC. Сегодняшняя тема нашей разговоры – система идентификации личности, гарант закона или беззаконие. Для разговора мы пригласили в студию Татума Миталееву, директора общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики», Атыркуль Бекмурзаеву, начальника командного центра Главного управления внутренних дел Бишкека. Итак, прежде чем начать наш разговор, хотелось бы сказать, что эта система установлена по личному распоряжению главы нашего государства, президента Саранбая Шариповича Джейнбекова. Предлагаю вашему вниманию его слово. «Осмотрев командный центр, я остался доволен. Этот центр, даст Бог, будет оперативно передавать информацию. На место преступления правоохранительные органы будут быстрее добираться, и это будет способствовать их раскрытию». Техническое и программное обеспечение предоставил Китай. Государственная компания CICC вложила больше 5 миллионов долларов. Итак, это официальное мнение власти. Но есть еще другое мнение. Предлагаю послушать, что думает по этому поводу правозащитник, кыргызстанский правозащитник Динара Ашурахунова. Мы совместно с моими коллегами, правозащитниками, мы делали по этому поводу заявление наше, в котором мы потребовали правительство ввести мораторий до уточнения очень многих вопросов, потому что подробной информации правительство так и не дало. Вразумительное объяснение, почему внедряются эти камеры, я, к сожалению, еще не видела. Его связывается постоянно с безопасностью, но я сразу скажу, что IT-специалисты, независимые эксперты, они говорят об угрозах и о нарушении законодательных норм, о защите персональных данных, которые у нас в Кыргызстане имеются. Итак, мнение за и против внедрения новой системы у нас представляют сегодня наши собеседники, начальник командного центра главного управления внутренних дел Бишкека Атыркуль Бекмурзаева и директор общественного фонда гражданской инициативы интернет-политики Тату Мамбиталиева. Тату, вам слово. Здравствуйте. О чем начать говорить? Ну, наверное, о самой системе, что она из себя представляет и что они думают правозащитники. Ну, насчет того, что думают правозащитники, это уже всем общеизвестно. Я свою личную точку зрения скажу о том, что для меня очень большой вопрос легальность использования этой системы, поскольку у нас требования законодательства есть по внедрению подобных систем. И все требования к системе безопасности, этих требований, они должны были быть опубликованы, они должны быть публичными. Например, постановление правительства, которое принято в 2017 году, выставляет конкретные требования. Они говорят о том, что исходные коды программного продукта, который имеет такие возможности в данном случае по распознаванию лиц, они должны обязательно передать исходные коды. Плюс необходимо провести опытное сначала пилотирование. И только после того, как правоохранительный орган, в данном случае ГКНБ, отдает положительное заключение, особенно указывая систему или процентное соотношение погрешности, после этого, если он отдает положительное заключение, только тогда она запускается и имеет возможность легального использования этих технологий. Кроме этого, есть требования законодательства по использованию персонального характера информации, который говорит о согласии на обработку персональных данных. У нас есть общеизвестный закон о биометрической регистрации, который тоже устанавливает определенные правила. И мы, общественность, эти вещи не проделали, и поэтому у нас встает вопрос о легальности и о правомерности использования этих технологий. Итак, вы очертили, но слишком уже много, большой горизонт проблем. Я думаю, самое время передать слово непосредственному участнику проекта, Атыркуль Бекмурзаевой, заместителю, вернее, начальнику командного центра Главного управления внутренних дел Бишкека. Вам слово, Атыркуль. Добрый день. Командный центр ГУВД города Бишкек создан на основании указа президента Кыргыской республики, в котором прописано 2019 год объявить годом развития регионов, а также цифровизации страны. Данным командным центром направлен на быстрое реагирование на обращения граждан, звонящих по линии 102, на обеспечение общественного порядка, порядка на дорогах. В настоящее время нами установлено по городу Бишкек 60 камер видеонаблюдения, из них 20 обычной камеры, 20 шариковые, крутящиеся камеры и 20 по распознаванию лиц. Я ее не слышу. Итак, таково официальное мнение. Я еще хотел напомнить, что любой желающий сейчас может позвонить к нам в эфир и вступить в полемику. Телефоны, телефон 59 20 70, 59 20 70. Итак, Тату, на ваш взгляд, то, что сейчас сказала Атыркуль, на ваш взгляд, оно обеспечит в полной мере безопасность и гарантию соблюдения прав человека? Вы знаете, здесь не срабатывает принцип «даренному коню зубы не смотрят». Я хотела бы сказать о том, что данная технология, она сама по себе уже всем общеизвестна, общедоступна, что она имеет прямое отношение к вопросам общественной и национальной безопасности, то, что сказала Атыркуль. И если проект-то и вот эта программа реализации имеет такое значение, то он должен был пройти все этапы. То есть это нужно было обсуждать законодательно, это нужно было обсуждать с гражданами, потому что идет определенное ограничение прав. И любые ограничения прав, они должны быть законодательно установлены. То есть я думаю, что в этот проект идет впереди, как говорится, лошади карета, и нормативно эти вопросы не решены. Давайте возьмем пример мэрии города Москвы, которая эти же вопросы поднимала перед тем, как устанавливать подобные камеры. Они решали вопрос, кто принимает решение, является ли человек преступником или подозреваемым искусственный интеллект или человек, который сидит в командном пункте. Или это надо тоже нормативно решить? Кто будет нести ответственность? Какие уровни доступа? Кто имеет к ним доступа? Где они хранятся? Где нормативная база, чтобы мы могли уже найти, кто за что ответственный? Вот этого нет. То есть и вторая проблема – это технология двойного назначения. Она имеет возможности не только все записывать, но и определять, какой круг лиц может быть отнесен подозреваемый. И Human Rights Watch, они опубликовали и рассказали об этой технологии, которую передали Кыргызстану. Эта технология возможности имеет не только распознавать лица, но и в то же время она имеет право, имеет возможности вылавливать Wi-Fi, вылавливать EMA-коды телефонов. Он может в большой базе данных определять, кто больше всего разговаривает по телефону, кто часто переодевается, кто ходит в магазин. И по этим определенным признакам искусственный интеллект может принимать решение. Возможно, для Китая это очень хорошее решение. У них другие правила, у них другие законы. Если у нас у человека будет лицо закрыто, мы будем относить его к подозреваемому или нет? Это нигде не прописано. И это должно быть публично для нас известно. Поскольку мы сейчас заговорили о России, предлагаю вниманию зрителей интересный ролик именно о системе идентификации личности, которую подготовили российские журналисты. Вместе с адвокатом Тимуром Боязитовым разбираем эту коллизию. И вдруг выясняется, что она вовсе не уникальна. На моей памяти есть такая одна ситуация, когда муж сказал жене, что уезжает в командировку. Но на самом деле поехал с друзьями отдыхать за город на рыбалку. На рыбалку, да? Да. Убедись, что супругу можно доверять. Именно так сейчас рекламируют приложение, куда надо лишь ввести данные из техпаспорта. То, что в России с помощью системы распознавания лиц ловят преступников, уже не новость. Но как вам такое? Скоро третий электронный глаз, вероятно, будет у каждого полицейского. Вот, смотрите, уже тестируют. Эта камера снимает лица прохожих и тут же сверяет с базой розыска. Итак, скоро третий электронный глаз у нас будет у каждого российского полицейского, а у нас, у нашего милиционера, слово от Иркуль Бекмурзаевой. Да, я хочу внести ясность, что наша система намного отличается от того, что вы сейчас показали. Наша система направлена исключительно на безопасность наших граждан. По городу Бишкек сейчас установлено только 60 камер, из них 20 с распознаванием лиц. Я хочу подчеркнуть, что мы в первоочередно в функцию командного центра входит это обеспечение вызовов. То есть люди, звонящие на 102, звонят к нам за помощью. Мы именно направлены на это, на оказание быстрой помощи, реагирование, распределение сил и средств. То есть оператор 102 онлайн наблюдает за тем, что происходит в городе, и сообразно этому он действует, направляет на место экипаж. В настоящее время командный центр работает посменно, и в каждой смене у нас работает 14 сотрудников. В общей сложности за сутки к нам поступает более 3000 вызовов. Если распределить его на каждого сотрудника, за смену один сотрудник обслуживает более 200 вызовов. И у нас, хочу еще раз подчеркнуть, что никакой базы данных, слежкой за кем-либо, тем более за частной жизнью у нас не практикуется и нету этого совершенно. База данных имеется только одна. Список тех преступников, на которых уже есть постановление, вернее, уже решение суда о том, что данный человек уже является преступником. База данных сверяется, вернее, камера видеонаблюдения, ведет онлайн-мониторинг общественных, общедоступных местах. То есть хочу подчеркнуть, что наши камеры установлены только на общедоступных местах. Ни в каких тайных таких укрытых местах они не установлены. Мы ведем онлайн-наблюдение, мы проводим анализ, мы проводим мониторинг. И в случае, если при проведении видеонаблюдения система распознает лицо, которое находится в базе данных розыскников, система дает сигнал оператору 102. Соответственно, оператор 102 направляет на место экипаж, и мы принимаем меры, законные меры по отношению данного преступника. Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день 3509, количество розыскников составляет 3509, а среди них убийства, по убийству разыскивается 194 преступника за нанесение тяжкого вреда со смертельным исходом 77, за изнасилование 55 преступников. Мы направлены только лишь на поимку данных преступников и принятие мер только лишь по отношению к ним. Других баз данных, конкретных персональных данных у нас не имеется. Большое вам спасибо. Если у кого-то возникли вопросы к выступающим, могут позвонить по телефону 59 20 70. А у нашего гостя Тату Мамбиталиева возник вопрос от Катыргуль. Да, Катыргуль, у меня вопрос. Вы очень хорошо объяснили, как вы используете сейчас технологии. Скажите, пожалуйста, каким нормативным актом установлено, что вы именно работаете только с этим списком людей? И если у вас нормативный акт по обработке данных, поскольку вы же преступников ищите в гуще людей, что они разрешили вам делать эти видеосъемки. И третий момент. Детей, которых вы тоже в силу того, что камера находится в общественных местах, вы взяли согласие у родителей на то, чтобы делать видеосъемки их детей? И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы определяете ответственность, если будет все-таки утечка? Потому что очень много мы слышим о том, что происходит утечка персональных данных, потому что это новое, как говорится, золото. Вот какими это нормативными актами установлено, все, что вы сейчас рассказали, и можем ли мы на них посмотреть? Да, госпожа Тату, вы задали очень правильно актуальный вопрос. Установка камер наблюдения – это мировой опыт. Их установка дает дополнительную защиту нашим гражданам. Как вы знаете, на сегодняшний день многие микрорайоны, участки, люди сами проявляют инициативу установки камер. Это говорит о чем? О том, что камера дает безопасность, она гарантирует безопасность людям, она проводит профилактику с нарушениями, с преступлениями, в том числе и с кражами. Касательно нормативных документов, сравнение фотографии человека с камер наблюдения и поиском базы данных в настоящее время законодательно еще не урегулировано. Но нами готовится, мы активно принимаем участие в подготовке документов и мы будем направлять их в соответствующие органы. Касательно распознавания лиц, эти камеры установлены в общественных местах. Мы не проводим слежку за кем-то, мы проводим мониторинг только по общественному порядку, по порядку на дорогах. И камеры распознавания лиц направлены только лишь по розыску ранее разыскиваемых преступников. Эти фотографии публикуются в том числе в средствах массовой информации, когда мы обращаемся к гражданам о том, чтобы они могли оказать нам помощь в поимке данного гражданина. Это никак не является секретной информацией, мы предоставляем его даже общественности. – Большое спасибо. У нас сейчас звонок в студию. Вам слово. Представьтесь, пожалуйста. – Здравствуйте. Звонит Карасар Тварита из Бишкека, правозащитник. Я хотела задать вообще такой общий вопрос. Почему вот такие важные инициативы, которые будут вторгаться в мою личную жизнь, проходят без обсуждения, без нашего согласия, без проведения тендера? Почему вот такие важные программные обеспечения берутся вот без какого-либо даже конкурса? Если сегодня огромное количество чиновников сидят за то, что они ТЭЦ там реконструировали, исторический музей, не кажется ли вам, что то же самое, что происходило тогда, сейчас происходит еще в более грубой форме? То есть, где тендер, где обсуждение, что за программа, где обсуждение наших, ну, таких прав, что мы будем иметь, на что будет иметь право китайская сторона, почему это делается тихо, я просто возмущена именно таким вот наглым беспределом в плане любые такие важные, касающиеся всех граждан, инициативы должны проходить через определенные конкретные процедуры, прежде чем они будут внедряться, уже притворяться в жизнь. Я не знаю, кто там сможет это ответить, но вот на такой вопрос я бы хотела получить ответ. Этот вопрос адресован, разумеется, от Иркуль. Вам слово. По поводу вторжения в личную жизнь, я несколько раз до этого повторила, подчеркиваю еще раз, личной жизнью никто не ведет никакое наблюдение. Мы работаем лишь с базой данных. Всего 20 камер по городу Бишкек установлено, для разыскников, преступников. Остальные камеры мониторимы, общественный порядок, безопасность на дорогах. По поводу безопасности нашей системы, хочу вам сказать, что с нашей системой, с программным обеспечением работают местные наши сотрудники. Наша система не имеет внешних сетей, то есть доступа к данной системе нету снаружи. Все сотрудники являются нашими специалистами, в том числе теми специалистами, которые ранее работали с другими базой данных. У них имеется большой опыт. Спасибо большое. Рита, у вас есть еще что добавить к вашему вопросу? Так, звонка нет. Может быть, Тату у вас есть еще сказать? Я хочу в этом случае помочь Атеркуль. Это не тот оппонент, потому что она исполнитель. Это ее вопрос Риты Карасартовой, я думаю, больше направлен политикам и нашим decision-maker, которые приняли решение, и во исполнении которого сидит Атеркуль. На самом деле, есть нормативный акт, 762-е постановление правительства от 2017 года, которое выставило определенные требования. И там есть вся процедура. Как принимаются такие технологии, какие этапы он должен пройти. И вот мы вам и задаем вопрос, почему правительство принимает такое решение, но при этом, внедряя эти камеры, эти все процедуры не прошел. И он действительно не прошел, потому что всего, что перечислили, и все, что рассказывает Атеркуль, это показатель того, что она только что сообщила, мы только сейчас разрабатываем нормативные акты, потому что реально у них сейчас эта проблема, право применить. Видео может являться доказательной базой. В уголовном кодексе как это квалифицируется? Цифровые доказательства у нас есть в кодексе. Их нету. То есть действительно, как вы сказали, телегу впрягаем в пылье лошади. Да, потому что получается, даже если мы поймаем преступника, получается, и мы будем его обвинять в чем-то, может ли это видео стать доказательством? Потому что у нас большие вопросы. Может ли вот этот программный продукт фальсифицировать эти данные? Может ли он подделать эти данные? Очень большой вопрос. Кто будет давать заключение от того, что эти данные точные, и что они не подделаны? Потому что вот эти все процедуры, о которых мы говорим, то есть эта камера сейчас получается бесполезна с точки зрения правоприменения его в практике. То есть получается некий правовой вакуум, который бы не даст, в общем-то, реализоваться этой инициативе. Они говорят, вот мы в общественных местах размещаем. Кто принимал решение? Какое место является общественным? У нас тоже этот вопрос нужно обсуждать. Может быть мой дворик общественным местом, или не может быть моим общественным местом? То есть тоже это нормативно нужно отрегулировать. Поэтому я бы, например, в этом случае сказать хотела бы, что преждевременно надо было все-таки, если подарили нам, надо было экспериментально посмотреть, а не кот ли это в мешке. Надо было сначала посмотреть с точки зрения национальной безопасности, а вдруг через эти камеры мы будем следить за сотрудниками ГКНБ. Почему нет? Это очень интересно. Спасибо за интересное дополнение. А я хочу предоставить слово еще одному участнику нашего сегодняшнего разговора. Алло? Здравствуйте, здравствуйте. Так, у нас в эфире правозащитник Динара Ашарахунова. Вам слово. Да, здравствуйте. Я хотела сказать по поводу норм конституции, потому что то, как специалист в этой сфере, она, в принципе, подняла все нужные, такие экспертные вопросы. Я бы хотела сказать, что вообще все действия правительства и государственных органов, они не должны выходить за рамки конституции. и тех принципов, которые были в конституции заложены, потому что это наш основной закон и общественный договор. В этом случае получается, что правительство сейчас в догонку, то есть оно сначала выполняет что-то, делает какую-то работу или совершает какие-то действия, а потом хочет эти свои действия легализовать через принятие каких-то нормативно-правовых актов. Я считаю, что это абсолютно опасная практика, это никаким образом не должно быть. То есть вы сначала совершаете нарушение закона, нарушение конституции, а потом вы его хотите узаконить. Я считаю, что это никак не приемлемо, и это нарушение конституции напрямую. Второе. По конституции у нас 16-я статья, она четко говорит, высшими ценностями в Кыргызстане является права и свобода человека. Верховенство закона. В этом случае все действия, которые совершает правительство, государственные органы, которые могут наносить вред их высшим ценностям, они должны рассматриваться очень принципиально серьезно. Я считаю, что парламент и депутаты должны поднимать этот вопрос, потому что они должны обеспечить контроль, соблюдение конституции как основного закона. Ну и тот нормативно-правовой акт, который сказала Таттума Миталиева, постановление номер 762, которое было принято в 2017 году как гарантия защиты наших персональных данных, получается, что сейчас правительство само нарушает то постановление, которое оно приняло. Поэтому появляется очень много вопросов. Аудит, техническая поддержка, где хранятся исходные данные, каким образом это будет использоваться. Зная, что у нас постоянно правоохранительные органы замешаны в средствах массовой информации, столько новостей о том, что бывшие сотрудники правоохранительных органов участвуют чуть ли там в криминальных действиях против граждан, в убийствах и так далее, и так далее. У меня нет уверенности в том, что сегодняшний сотрудник правоохранительного органа, в руки которого попадает вся эта база данных обо мне, там, видеосъемки и так далее, и так далее, завтра, уйдя с правоохранительного органа, не используйте это против меня. Мне никто этого не разъяснил. Правительство с нами, с гражданами, или даже хотя бы с экспертами, независимо, не провело широкое обсуждение по тому, как вообще вот эта техника и технология действительно гарантирует прямо хорошую безопасность, при этом не навредя свободам и правам человека, которые у нас прописаны в Конституции. То есть здесь вопрос безопасность. Я видела опрос азаты, где люди говорят, да, мы вот безопасность, как бы это важно, пусть везде следят, мне нечего скрывать. Дело не в том, что мне нечего скрывать. Дело в том, что это свобода, это право человека, и вот в других странах этот вопрос, дискуссия есть, насколько вот такие камеры отслеживания, да, они ограничивают вашу свободу и ваши права, насколько они влезают в вашу частную жизнь, и насколько это вообще позволительно для государства устанавливать контроль над гражданами, когда должно быть наоборот. Спасибо, Динара. Да, большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Итак, наверное, вопрос будет Катыркуль. И так, в общем-то, граждане, да, многие граждане не доверяют правоохранительным органам. Что вы можете ответить на это? Все эти возможности, которые внедряются нами, они в первую очередь направлены, опять-таки, на безопасность каждого гражданина. Разумеется, все эти возможности направлены нами, и они нами очень ответственны, мы подходим к этому вопросу. Наш приоритет это баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Мы придерживаемся внутренней политики контроля, в котором есть гарантия, дающей гарантию прав каждого гражданина. Большое вам спасибо. Итак, Тату, вы хотите, вероятно, еще что-то добавить, вы хотите сказать, вероятно, на то, что сказала сейчас Атыркуль. Атыркуль, Гузаева? Ну, во-первых, я лично сама знаю Атыркуль, она очень исполнительная, и на самом деле она ответственно относится к своей работе, и здесь нужно больше думать о политических рисках, которые мы сейчас имеем. Вы знаете, кто революцию сделал в Армении? Последнюю революцию. Это были водители, потому что это был результат внедрения проекта «Безопасный город», который привел к тому, что огромное количество штрафов были начислены гражданам, которые они физически не могли выплатить, и было очень большое количество возмущений. И наша статистика по результатам внедрения «Безопасного города» показывает, что очень маленькая часть платежеспособна, а большая часть, особенно те, которые специально не хотят, их огромное количество людей, которые не хотят платить. Я хочу сказать, что я человек, который везде пропагандирует, что нужно использовать технологии, потому что технологии очень полезны, они очень помогают нам жить, но в то же время неправильное внедрение, неправильное использование, они приведут к тому, что мы разочаруемся, и они могут стать причиной социального взрыва в результате. Поэтому политикам, когда у нас сейчас в стране и так нелегко, нужно было подумать про это, и лучше сейчас приостановить этот момент, решить все эти вопросы, которые мы задаем, и после этого использовать технологии для того, чтобы спокойно и не обострять и так сложную ситуацию. Потому что я не хочу больше никаких революций, но нужно об этом думать. и так система возможно не столь плоха. Атерголь, вы согласны с тем мнением, что система прекрасна, но именно неправильное использование технологии может привести к непредсказуемым результатам? Нами она направлена только на хорошую сторону. Но будем надеяться, что эта система не приведет к отрицательным результатам, и общество придет к консенсусу относительно этой интересной, очень важной, но достаточно опасной затеи. И в завершение нашей программы я бы хотел поделиться некоторыми интересными фактами о компании CIC, которая установила оборудование идентификации личности. Итак, в 2016 году Эквадор внедрил китайскую систему умного видеонаблюдения, оснащенную технологией распознавания лиц. Камера, установленная в 24 провинциях, круглосуточно наблюдает за 16-ти миллионным населением. Под присмотром камер крупные аэропорты, транспортная инфраструктура, места массового скопления людей. За время работы системы преступность в стране упала на 24%, превратив Эквадор в один из самых безопасных мест в Латинской Америке. Гордо цитирует заместитель руководителя штаба оперативного управления системы ЭКОА 2011 СИКСТО ЭРАС агентство Синхуа. А у себя на родине в Китае система показала следующие результаты. За три года эксперимента по ее внедрению в пекинском районе Дунчен число социальных 25%. Власти стали пробовать работать по той же схеме в других городах Шанхай, Янтай, Гуанчжолу. Но это были скорее инициативы и эксперименты местных властей на общенациональном уровне. На сетевое управление взялись в 2017 году. Интересно, что во многих торговых центрах перед входом установлены сканеры, которые распознают лица и идентифицируют личность посетителей. Чтобы проехать в автозаправочную станцию, человек должен просканировать свои права на специальном устройстве. Только тогда шлагбаум открывается и можно заехать на АЗС. Интересно, что китайская система управления обществом действительно может считаться древнейшей, одним из влечащих изобретений с порохом и компасом. Еще в 400 году до нашей эры китайский реформатор Шан Ян приказал всему народу разделиться на группы по 5-10 семей. Они должны были наблюдать друг за другом и нести коллективную ответственность за преступления. Об отъезде и приезде каждого человека регулярно докладывал своему начальству ответственность за группу семей. Эта система называлась Баудзя. Деление населения на маленькие блоки с назначением ответственного за каждый блок помогло создать передовому для того времени саморегулирующуюся систему. Все друг за другом следят и везде был порядок. Такова система CIC, которую пытаются установить в Кыргызстане. Соглашусь с вашей статистикой при этом же эта же система получается она может отслеживать по отчету Human Rights Watch который опубликовали в мае что они говорят что погрешность этой системы 35% И так все имеет свои недостатки и тиновые стороны. Большое спасибо за внимание зрителям и большое спасибо собеседникам за интересный содержательный разговор. Всего доброго с вами был ведущий Андрей Токамбаев в эфире программа Учурда. Продолжение следует...